Здравствуйте уважаемые студенты! Вас приветствую доцент кафедры терапии номер 1 Токтагулова Нургуля Солбековна Сегодняшняя наша лекция будет посвящена порокам сердца Прежде чем разобрать пороки сердца мне бы хотелось бы остановиться на физиологии эндокард, внутренняя оболочка сердца, построение аналогичной стенки кровеносных сосудов и потому поражение эндокарда как правило влечет за собой поражение стенки сосудов тоже. Поверхность эндокарда образована однослойным плоским эпителем который характеризуется уникальной гладкостью так как непосредственно контактирует с кровью Также вы должны вспомнить что двойной слой эндокарда это и есть клапаны, потому поражение эндокарда тоже влечет за собой поражение клапанного аппарата. Нормальная работа клапанного аппарата наряду с координированными сокращениями камер сердца является необходимым условием для осуществления насосной функции сердца Какие же основные причины развития пороков сердца? Ну, как вы знаете, пороки могут быть или регургитация, недостаточность или стеноз. К недостаточности могут, конечно, привести врожденные причины или это ревматизм инфекционный эндокардит, сифилитические аортиты, расширение клапанного кольца, например, при дилатации миокарда дилатации камер сердца может быть расширение кольца и могут привести к относительной недостаточности клапанов. Также могут быть и разрывы клапана, старческая дегенерация, повреждение хорды и сосочковых мышц при инфаркте миокарда. К стенозу чаще приводят это врожденные причины, ревматизм, старческая дегенерация и атеросклероз. Перед вами, например, поражение метрального клапана при инфекционном эндокардите, который приводит к отложению вегетации, к воспалению клапанов и к краевому всморщиванию. А также перед вами поражение при ревматизме, скажем, острый бородавчатый эндокардит метрального клапана, или это может быть фибропластический эндокардит, или же возвратно-бородавчатый эндокардит. Приобретенные пороки сердца делятся на пороки метрального клапана, артального, трехстверчатого, сочетанные пороки. Те и те могут быть в виде стеноза или недостаточности. Различает простой порог, когда наблюдается поражение только одного клапана или отверстия. Сочетанный порог, когда поражение одного и того же клапана и отверстия. Может быть, например, в виде метральный стеноз и недостаточность метрального клапана. Комбинированный порог, поражение разных клапанов и отверстий. В одно и то же время у пациента может быть, например, метральный стеноз и недостаточность артального клапана. По частоте поражения порог метрального клапана стоит на первом месте. Потому что с курса про педевтики внутренних болезней вы помните, что в первую очередь мы аускультируем верхушку сердца, то есть место аускультации метрального клапана. На втором месте по поражаемости стоит клапан аорты и затем уже другие клапаны. А вот сочетанная патология метрального аортального клапана может достигать до 10-14%. Вообще для того, чтобы понять клинику пороков, вы должны вспомнить нормальные показатели внутрисердечной гемодинамики. Давайте разберем внутрисердечную гемодинамику в норме. В норме самое высокое давление систолическое находится в левом желудочке 90-140, а диастолическое давление 2-4. Систолическое давление в левом желудочке равно давлению в аорте систолическому 90-140, а вот диастолическое давление в аорте держится за счет закрытия аортального клапана, и аортальный клапан препятствует обратному току крови в левый желудочек. Давление в правом желудочке систолическое не должно превышать 30 мм ртутного столба, и также равно давлению систолическому 25-30 в легочной артерии. Диастолическое давление, конечно же, ниже даже, чем в левом желудочке, а вот огромное значение, клиническое значение имеет среднее давление в легочной артерии, которое не должно превышать в норме 25-25 мм ртутного столба, ну в среднем 15-18. А также вы должны понять, что самое низкое давление в полостях сердца, это в правом предсердии, оно исчисляется в миллиметрах водного столба, и это имеет большое диагностическое значение, особенно при перикардитах. Ну давайте начнем с разбора клапанных поражений, и на первом месте будет стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, до 99% случаев причины является ревматизм, может развиться при инфекционных андокардитах, при кальцинозе клапана. В норме площадь левого атриовентрикулярного отверстия 4,6 квадратных сантиметра симптомы проявляются, когда происходит сужение отверстия, когда отверстие становится менее 2 квадратных сантиметра. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия в первую очередь зависит от степени сужения, и уменьшение площади метрального отверстия приводит к перегрузке левого предсердия, в первую очередь к сокращению левого предсердия. Левое предсердие старается компенсировать за счет сначала гиперфункции, затем гипертрофии, развивается тоногенная, затем миогенная ее дилетация с повышением давления в легочных венах. Повышение давления в левом предсердии автоматически приводит к повышению давления в легочных венах за счет того, что в устье отсутствуют клапаны. Это запускает рефлекс Китаева, то есть легочную гипертензию за счет сужения спазма артериальных сосудов. Спазма артериальных сосудов, легочная гипертензия приводит к перегрузке правого желудочка. Правому желудочку приходится работать против высокого давления, сначала компенсирует свои гиперфункции, затем гипертрофии, и затем в поздней стадии может развиться право-желудочковая сердечная недостаточность. Клиническая картина будет зависеть от степени сужения и от длительности течения процесса, от ее компенсации и декомпенсации. Самым главным критерием пороков является шум. Вы должны понять, когда вы слышите шум, затем вы отправляете больного на эхо кардиографическое исследование и доказываете порок. Давайте разберем клапанные критерии. На верхушке выслушивается хлопающий первый тон. Хлопающий первый тон возникает за счет того, что у нас происходит склерозирование клапанов, плюс за счет низкого наполнения левого желудочка. Вы знаете, чем ниже наполнение, тем выше первый тон. После второго тона вы слушаете шелчок открытия метрального клапана и диастолический шум. То есть в фазу диастола желудочков кровь проходит через суженные отверстия, возникает турбулентный ток крови, что дает нам шум аускультативно. К косвенным клапанным критериям относятся гипертрофия правого желудочка, который пальпаторно может диагностироваться за счет сердечного горба, появления сердечного горба при кардиальной или эпикэстральной пульсации. А перкуторное расширение абсолютной тупости сердца вправо, гипертрофия левого предсердия, дилатация ее дает расширение верхней границы и метральную конфигурацию сердца. А вот гипертензия малого круга кровообращения клинически может проявляться одышкой, кашля, кровохарканьем и появлением метрального лица. Это метральное лицо, это синюшный румянец, появляется только в условии, когда у нас развиваются малые выбросы, на фоне малого выброса высокая легочная гипертензия. Легочная гипертензия проявляется, вы можете заподозрить еще, когда выслушивается акцент второго тона над легочной артерией, и на эхокардиографии вы получаете среднее легочное артериальное давление выше 25 мм тупного столба в покое. Перед вами диастолический шум, который выслушивается при стынозе левого. Инструментальные методы исследования. На ЭКГ вы находите признаки гипертрофии левого предсердия и гипертрофии правого желудка. Я думаю, что всем ясно, вы прекрасно помните признаки гипертрофии левого предсердия. Это, конечно же, двугорбый зубец П, идет не расширение амплитуды, а расширение зубца П, который становится более 0,1. И признаками гипертрофии левого предсердия также является В1, происходит углубление отрицательного компонента. Также наблюдаются признаки гипертрофии правого желудочка. Это отклонение электрической оси сердца вправо. Также В1, В2 идет высокий зубцы Р, В5, В6, вы видите тут глубокий зубец С. Если вы Р добавляете С, это будет более 10,5 мм по амплитуде. Также находятся признаки нарушения реполяризации в правых грудных отведениях В1, В2. В некоторых случаях может находиться блокада правой ножки пучка ГИСа. На фонокардиографии на верхушке высокая амплитуда первого тона. Интервал Q1 более 0,07 секунд. Тон открытия метрального клапана также здесь присутствует. И затем присутствуют присистолические и мезодиастолические шумы. На рентгене в легких, если развивается застой, то есть за счет повышения давления в левом предсердии, вы видите застойные явления в легких с обеих сторон. И сглаженность талии сердца, такая так называемая метральная конфигурация сердца. Выбухает ствол, посмотрите, выбухает ствол легочной артерии и ушку левого предсердия. В первом косом положении пищевод отклоняется по дуге малого радиуса. Перед вами я привожу, что же в норме вы должны видеть на рентгенограмме. Напоминаю, что вот первая дуга – это дуга орты, вторая – это легочный ствол, третья дуга – это ушку левого предсердия и левый желудочек. Ну, здесь правое предсердие справа, а вот это и есть правый желудочек. И верхняя половина. Ну, в данном случае у нас происходит выбухание второй дуги и выбухание третьей дуги и выбухание правого предсердия за счет того, что правый желудочек начинает сдвигать. На эхокардиографии вы видите фиброз творог метрального клапана, однонаправленное их движение, повышение, расширение полости левого предсердия и правого желудочка. Стадии течения различают пять степеней. Первая степень – заболевание полностью компенсировано, и на этом этапе больные не попадают к вам или находка бывает только случайной. Вторая степень – признаки нарушения кровообращения в малом круге, выявляемые при физической нагрузке. Третья степень – выраженные признаки нарушения кровообращения в малом круге, в большом начальной. Четвертая – выраженный застой в большом круге кровообращения. И осложняется мерцательная аритмия. И пятая степень – дистрофическая. Вот мерцательная аритмия – это очень такой важный критерий, который вы должны контролировать. Либо расширение полости левого предсердия приводит к мерцательной аритмии, когда у нас левое предсердие не сокращается, а только мерцает или трепещет. Пресеночное давление уменьшается, и это создает хорошие условия для образования тромбов. Образованные тромбы в левом предсердии могут спокойно отрываться и уходить в системный кровоток, блокировать, например, церебральные сосуды или сосуды других органов, что дает выраженные тяжело несовместимые жизнью осложнения. Осложнение зависит от стадии течения. Лечение оперативное показано при втором и третьих стадиях метрального стеноза. Недостаточность метрального клапана – это следующий порог. Причинами тоже являются ревматизм, атеросклероз, иногда может быть затяжной септический эндокардит, травмы сердца. При недостаточности метрального клапана происходит неполное смыкание створок метрального клапана во время систолы. Во время систолы, когда кровь должна уйти в аорту, она одномоментно также уходит в левое предсердие, наблюдается обратный ток, который приводит к перегрузке левого предсердия в один и тот же момент в систолу. В левое предсердие наполняется кровью и плюс еще наполняется кровью через ретроградный ток крови. Происходит тоногенная дилетация и гипертрофия левого предсердия. Повышается диастолический объем левого желудочка за счет того, что вот это кровенаполнение обратно возвращается в левый желудочек и приводит к гипертрофии постепенно левого желудочка. То есть полностью происходит у нас гипертрофия, дилетация левых отделов сердца. Какие же критерии? К клапанным критериям на верхушке первый тон ослаблен за счет того, что у нас идет переполненный левый желудочек, грубый систолический шум примыкает к первому тону. К косвенным относятся гипертрофия левого желудочка, усиленный разлитой верхушечный толчок, расширение границ сердца влево, расширение четвертой дуги. Гипертрофия левого предсердия, расширение верхней границы, редко бывает расширение верхней границы, как правило, она идет влево. Метральная конфигурация наблюдается, расширяется третья дуга слева на рентген исследовании и наблюдается гипертензия малого круга. Гипертензия малого круга, нужно отметить, что она развивается немного позже, чем при метральном стенозе. Давайте с вами послушаем систолический шум. Аускультативная характеристика недостаточности. Выслушивается систолический шум. Оно соединено с первым лоном, первый тон у него не слабый. Инструментальное обследование. На ЭКГ видны признаки гипертрофии левого предсердия, гипертрофии левого желудочка. Фонокардиография на верхушке, низкоамплитудный первый тон, систолический шум, примыкающий к первому тону. Эхокардиография – это критериальный метод исследования, который показывает отсутствие полного смыкания створок метрального клапана в систулу, дилатация левых отделов сердца, а доплерозе показывает степень метральной регургитации. Рентгенологически. Метральная конфигурация сердца, отклонение пищевода по дуге большого радиуса и симптом коромысла. Прогноз зависит от степени метральной регургитации, серьезной при развитии сердечной недостаточности. Если по них АФК-1 еще сохранена трудоспособность, то 2-3 степень будет трудоспособность утрачена. Лечение консервативного основного заболевания, конечно, и оперативное протезирование метрального клапана. Какие же показания к операции при метральных пороках? При метральном стенозе – это 2-ая АФК, площадь отверстия 2,5-2 квадратных сантиметра, в данном случае применяется баллонная дилатация. 3-4 АФК, площадь отверстия менее 2, может применяться открытая комиссура томеи, протезирование клапана. И выраженная легочная гипертония с признаками сердечной астмы является абсолютным показанием для операции. При метральной недостаточности – это 3-4 степень, когда длина струи регургитации достигает, по данным доплер-эхокардиографии, выше 6 мм. Выраженная дисфункция левого желудочка. Тогда давайте дальше разберемся, но с устью аорта причинами являются ревматизм, инфекционный эндокардит, склероз, сифилис. А в норме площадь аорта меньше, площадь левого тревентрогулярного отверстия составляет 3-4 квадратных сантиметра. Вот перед вами пораженный аортальный клапан. Посмотрите, стеноз. У нас через такое узкое отверстие только приходится выбрасывать кровь. сужение устья аорты приводит к удлинению времени систолы левого желудочка, то есть левый желудочек прилагает усилия для того, чтобы вытолкнуть кровь через усуженное отверстие. Повышается градиент давления между левым желудочком и аортом более 40 мм. До этого мы говорили, что систолическое давление в аорте равно систолическому давлению в аорте, левому желудочке равно систолическому давлению в аорте, а в данном случае у нас развивается градиент. Это приводит к повышению тонуса левого желудочка и тоногенной перегрузке и гипертрофии левого желудочка. Критериями диагностики являются клапанные критерии, это ослабление второго тона на аорте, так как снижается давление на аорте, грубый систолический шум над аортой, потому что в фазу систолы происходит выброс тока крови, проводится на сосуды шеи этот шум в еремную подключичную ямку, при этом на верхушке первый тон сохранен. К косвенным клапанным критериям относятся гипертрофия левого желудочка, усиленно разлетой верхушечный толчок, смещенный влево-вниз и аортальная конфигурация. Что значит аортальная конфигурация? Это мы знаем выбухание четвертой дуги, то есть выбухание только левого желудочка. Дополнительным критерием относятся бледность кожных покровов, по-другому вот эта бледность называется аортальной бледностью. Систолическое дрожание, так называемое кошачье мурлыкание во втором межреберье справа, то есть место проекции выслушивания аортального клапана и в еремной ямке. Артериальный пульс малый, медленный, систолическое артериальное давление естественно снижается за счет снижения выброса, а за счет этого наблюдается головокружение, обмороки, боли в области сердца и за грудиной, так как в коронарные сосуды тоже попадает меньше крови. И гипертензия малого круга в тяжелых случаях. Аортальный стеноз аорты это уникальный порог, который долгое время может оставаться компенсированным. Посмотрите, пожалуйста, от начала до 20, выше 20 лет он может оставаться компенсированным. Но как только начались симптомы, такие как сердечная недостаточность, синкопальные состояния, то есть больной начал падать в обмороке, вот эта энджайна, это и есть стенокардия, начались стенокардические боли, то больной проживает буквально несколько лет и может этот порог привести к скорейшей смерти. Для того, чтобы предотвратить, вот здесь вы должны уловить этот момент и срочно приводить к реконструктивной операции. Какие же инструментальные методы исследования? Применяются те же. На ЭКГ вы видите гипертрофию левого желудочка, эхокардикрофия дает фиброз творога артального клапана, снижение амплитуды, систолическое расхождение, дает градиент давления. При данном пороге выслушивается, посмотрите, первый тон над аортой, второй тон ромбовидный шум, вот такой крещендо-декрещендо, по-другому называют, и второй тон этот шум, этот шум, крещендо-декрещендо, шум очень грубый, давайте послушаем ее, грубый, систолический шум. Рентгенологически, сердце-ортальная конфигурация, талия сердца подчеркнута, мы уже говорили, в виде сапога, вот видите, выбухает четвертая дуга, то есть дуга левого желудочка, и восходящий отдел аорты, он может быть расширен за счет компенсаторной дилатации. Сфитмограмма пульса, посмотрите, показывает в виде петушиного гребня, то есть за счет долгого выброса крови в аорту. Осложнение левого желудочковой сердечной недостаточности, конечно, это отек легких или метролизация ортального клапана дальше с отеком легких, нарушение проводимости различного вида, это чаще всего блокада левой ножки пучка гиса, полная тревентрогулярная блокада. Прогноз зависит от основного заболевания, степени выраженности стеноза и состояния сократительной способности миокарда. Трудовая экспертиза определяется активностью и выраженностью сердечной недостаточности. Какие же показания к операции при ортальном стенозе? Это одышка, стенокардические боли, синкопальное состояние. Мы уже сказали, что клиника, если уже начала проявляться клиника, то уже больному осталось совсем недолго для того, чтобы быстрее провести оперативное вмешательство. ЭКГ критерий инверсии зубца Т в отведениях В5-В6, эхокардиографические критерии, градиент давления 50 мм тутного столба и более, когда площадь ортального отверстия, когда менее 0,75 мм, и давление в левом желудче 200 мм и более. Следующий порог недостаточность клапана аорта. Частыми причинами являются ревматизм, затяжной септический эндокардит, сифилис, дифозные заболевания соединительной ткани, также может быть атеросклероз аорты, очень редко тупая травма грудной клетки, отрыв створки и врожденной патологии крайне редко. При недостаточности клапана аорты происходит неполное смыкание створок аортального клапана, обратный ток крови из аорты в полость левого желудочка в диастолу, диастолически происходит объемная перегрузка во время диастола левого желудочка и вот этот левый желудочек во время диастола наполняется через левое предсердие и обратным током крови через аорту и происходит высокий выброс в аорту, то есть происходит высокое систолическое артериальное давление и очень низкое диастолическое артериальное давление. Но иногда это происходит высокое давление, например, 180 на 0 даже, ну, чаще всего это бывает, скажем, 140 на 40 давление, когда пульсовое давление равняется 100. Клапанные критерии ослабления второго тона на аорте из-за недостаточности, диастолический шум на аорте, чаще всего диастолический шум очень хорошо выслушивается в третьем изжиберии слева от грудины, то есть боткина эрба. Гипертрофия левого желудочка, наблюдается бледность кожных покровов, обмороки, головокружение, носовые кровотечения, одышка, сердцебиение, боли в области сердца, потому что происходит обратный ток крови, фаза диастола, а мы знаем, что по коронарам чаще всего кровь в 85% в случае идет в фазу диастола. Видимая на глаз пульсация крупных артерий это в виде пляски каротид за счет высокого пульсового давления, симптом мюси это покачивание головой в такт пульса, положительный капиллярный пульс, пульсация зрачков, это симптом квинке, на артериях выслушивается двойной тон травбы и двойной шум дюрозия на крупных сосудах, и повышается систолическое и снижается диастолическое давление иногда до нуля. Например, систолическое 160, диастолическое не определяется, ноль. Систолическое, например, 150, диастолическое скажем 50. И как осложнение может наблюдаться гипертензия малого круга. Давайте сейчас послушаем диастолический шум. Инструментальные методы исследования показывают гипертрофию левого желудка, приметрилизация левого предсердия порока, фонокардиография точки боткина-эрба, протодиастолический шум убывающего характера примыкает ко второму тону, надо орт и амплитуда второго тона уменьшена. Рентген сердца аортальной конфигурации также в виде сапога выбыхает четвертая дуга, аорта расширена на всем протяжении может пульсировать, при метролизации в первом косом положении пщота отклоняется по пологой дуге. Сфемограмма высокая декоратическая, вот посмотрите здесь в норме и высокая декоратическая волна, так как у нас происходит высокий систолический выброс и обратный ток крови во время диастолы. Осложнение естественно сердечная недостаточность левожелудочковая и прогноз зависит от тех же параметров сократимости миокарда и от основного заболевания. Лечение консервативное и оперативное имплантации искусственного клапана показано при ортальной недостаточности различают клинические критерии одышка, стенокардические боли, обмороки, а вот эхокардиографические когда происходит регуркетация более 50% ударного объема, снижение сократительной функции левожелудка, когда фракция выброса чрезмерно снижается, конечный диастолический размер более 70 мм и конечно когда конечный систолический размер становится более 50 мм а для того, чтобы не доводить до пороков конечно же мы должны в свою очередь проводить профилактику основных заболеваний которые приводят к порокам это конечно инфекционного эндокардита профилактику острой ревматической лихорадки вот например первичная профилактика инфекционного эндокардита нужна для своевременной оперативной коррекции врожденных пороков сердца обязательно нужно проводить санацию очагов инфекции у больных с поражением сердца профилактические курсы антибактериальной терапии у больных с пораженным сердцем особенно при наличии протезов при различных инвазивных мешательствах антибиотики назначаются 2 дня до манипуляции и 2-3 дня после нее вторичная профилактика инфекционного эндокардита назначение антибактериальной терапии которая была эффективна в предыдущем эпизоде инфекционного эндокардита за 1-2 дня до и на 2-3 дня после вмешательств острая ревматическая лихорадка ревматизм вообще частая причина пороков поэтому тут тоже различают первичную вторичную профилактику первичная профилактика включает мероприятия направленные на повышение уровня естественного иммунитета и адаптационных возможностей организма по отношению к неблагоприятным условиям внешней среды к ним относятся закаливание полноценно витаминизированное питание максимальное пребывание на свежем воздухе физкультура спорт борьба со скученностью где бы это ни было проведение комплекса санитарно-гигиенических мер своевременная диагностика адекватной терапии бета-гемиатического стриптокока вообще инфекции верхних дыхательных путей в случае возникновения острова стрептококкова тонзила фаренгита у лиц молодого возраста у которых есть наследственность и отягощенность неблагоприятные социальные бытовые условия проводится пятидневное лечение бензилпенициллином в других ситуациях возможно применение оральных пенициллинов например в течение 10 дней амоксициллин скажем у детей вторичная профилактика острове ревматической лекаратки направлена на предотвращение рецидивов заболевания и тут уже применяют препараты пролонгированное действие как бицелин-1 например есть препараты экстенцилин вводят его внутримышечно на 21 день против 7 и 14 дней бицелина-5 посмотрите пожалуйста дозировки взрослыми и подростками 2,4 миллиона единиц длительность вторичной профилактики которую начинают стационария для каждого пациента устанавливают индивидуально это зависит от возраста наличия хронической ревматической болезни сердца время от момента первой атаки острой ревматической лихорадки число атак скученность семейная анамнез профессия место работы вот например бицелин профилактика начинается сразу после окончания ежедневной антибактериальной терапии для больных перенесших ОРЛ без кордита например поражение кордита до поражения эндокарда миокарда перикарда длительность не менее 5 лет после атаки или до 18 лет для больных с излеченным кордитом без порока не менее 10 лет или до 25-летнего возраста для больных с пороком сердце в том числе после оперативного лечения проводится пожизненно ну тут различают вариант оперативных мешать если уже развились пороки и если есть показания то проводится реконструкция или протезирование клапана и перед вами вот различные виды используемых клапанов вот еще есть очень хорошая операция РОСА а когда если поражен ортальный клапан то вместо ортального клапана ставит свой клапан легочной артерии а вместо легочной артерии ставят искусственный клапан ибо биологический собственный клапан намного лучше справляется с функцией нежели искусственный клапан спасибо большое за внимание желаю вам здоровья